Расскажу в целом, как мы видим решение вот этой проблемы security и identity access management, то есть идентификации и управления доступом пользователей к ресурсам различным в виде протокола Remy. Это топ хакаемых паролей и наиболее популярных паролей, которые используются повсеместно в системах. И задайте себе вопрос, кто не использовал в каком-то приложении вот один из этих паролей. Наверное, тут мало таких людей будет на самом деле. Если мы говорим об общих проблемах, которые существуют на рынке security, доступа к различным системам, обеспечения безопасного доступа, идентификации пользователей, ну и дальнейшая там авторизация выдачи прав, да, то мы столкнемся с таким ландшафтом, да, винегретом различных проблем, да, многие из них связаны с централизованными решениями, многие из них связаны с тем, что нет там эффективного менеджмента, да, инфраструктуры, которая отвечает за security. Но в целом, если проанализировать там большую часть 80% проблем, да, не сводится вот к человеческому фактору, да, то есть человек это зло любой системы, да, вот, и все движется к тому, чтобы нас исключить из принятия решений, связанных, да, вот с security. Это будет, возможно, не скоро, но это будет эффективно. Доменные области, да, где это важно, да, где это применимо, и с каждым витком технологий это становится все более востребованным, да, это там корпоративный сектор, защита корпоративных данных, конфиденциальной информации, то есть компании платят, да, огромные деньги, выделяют бюджеты на то, чтобы сохранить информацию, обеспечить там консистентный доступ к данным, которые являются, по сути, там, ядром вообще, да, сейчас любого бизнеса, потому что информация – это та объективная ценность, которая лежит в основе там наукоемких инновационных решений, и, да, потерять эти данные, оно совсем нехорошо, да. Это критическая инфраструктура, да, это там атомные электростанции, различные там предприятия, которые обеспечивают там экономику, да, и так далее. Это автомотив, который вот становится все более автоматизированным, все более умным и, соответственно, да, там человек, он тоже слабое, узкое место в процессе доступа, да, к системам, а автомобили уже объединяются в сеть, да, и это влечет за собой то, что, да, этим все будет более сложно управлять, если мы по-прежнему будем давать рычаг управления человеку. Ну, это крипта, да, то есть это биржи, asset management и прочие вопросы связаны с тем, как сохранить криптовалюту, криптоценности, передать и права, да, и передать в виде транзакций. Несколько фактов, да, вот таких статистических по сути, да, чтобы оценить там масштаб проблемы, да, на эти деньги можно купить, наверное, все в Украине ламбы, да, и все мечты криптонов сбудятся, да, если вот решить проблемы эти. По объему рынка, по объему решений, да, по сути, которое там прогнозируется до 2021 года, да, вот мы видим там такой экспоненциальный рост. Это будет связано с тем, что вот индустрия 4.0 в виде вот интеллектуальных систем, полностью автономных, без вот узкого звена в виде человека, они все больше и больше входят в нашу жизнь, мы даже этого не замечаем. Мы обвешиваемся гаджетами, да, наши там девайсы становятся умными и принимают решения за нас. Это, с одной стороны, там, освобождает нас от, да, рутины какой-то, но, с другой стороны, соответственно, создает там круг проблем нового уровня, которое нужно решать. Для себя мы выделили, да, вот такой треугольник, то, что мы хотим получить в виде конечного решения. Сейчас то, что мы имеем, да, это, по сути, там, стадия стартапа с точки зрения процесса разработки. Это альфа-версия. То, что мы хотим получить на выходе, да, это вот простое секьюрное решение, которое при этом приносит бизнес-ценность, да, в виде, там, понятной экономии ресурсов, да, и косвенно влияющее, там, на увеличение показателей прибыли. Мы это видим как беспарольный доступ, бесшовный identity access management на всех уровнях. И премия – это, прежде всего, не решение для конечных пользователей, это enterprise-решение. На самом деле, там, беспарольный доступ для пользователя, он решен, там, многими продуктами. И, да, там, блокчейн, вот нам постоянно задают такие вопросы, зачем блокчейн, да, нужен, если там с помощью one password доступа можно получить доступ, да, к сервисам. И, по сути, вы тоже самое делаете. Да, то есть для конечного пользователя, там, блокчейн, он, мы, да, еще ищем его ценность. Одна из ценностей, которые мы видим, это возможность управления, контроля над своими данными. То есть, по сути, пользователь сможет с помощью протокола указать, какие данные конкретному сервису можно и нужно использовать, да, и в каком формате. И, таким образом, да, блокчейн обеспечит вот этот реестр доступа к вашей, там, персональной информации. Ну, а с другой стороны, это решение вот для энтерпрайза, да, это PKI-инфраструктура, public infrastructure, которую мы строим, да, на протоколе PKI-ID, то есть дистрибутивном, когда у нас нет единой точки отказа. Это вот, да, привычная модель PKI, да, когда у нас есть single-point файл, атака на которую, да, там, обеспечит доступ ко всей информации, управление инфраструктурой, да, которая завязана вот там на этих ключах. Речь идет конкретно в нашем решении о ключах в виде сертификатов, SSL, TLS сертификатов, да, которые работают по стандарту X509. То есть Remy решает, там, проблему децентрализации, да, процесса менеджмента сертификатов, выдачи, отзыва, да, проверки валидности и так далее. Таким образом у нас обеспечится прозрачность, открытость, там, ну и дополнительные там value для бизнеса. Несколько слов об экономике, да, что собой представляет Remy токен. Это utility токен, который обеспечивает доступ к сервисам и, по сути, там, утилизируется в протоколе, да, и позволяет бизнесу осуществлять управление PKI и управлять сертификатами в этой системе. Также токен используется для обеспечения функционирования, для обеспечения отказоустойчивости сети, как вознаграждение для мастер нод. Мы вдохновились как бы идеей Dash'ем с использованием мастер нод. В нашем случае мастер нода – это нода-валидатор, которые участвуют в выпуске сертификатов, в подписи сертификатов, в их отзыве. И, таким образом, да, мы вознаграждаем эти ноды токенами Remy за выполнение вот этих операций. И, таким образом, да, наш консенсус, он там тоже носит название proof of service, да, то есть подтверждение сервисами. Почему, да, вот токен изначально ERC? Мы хотели использовать максимально эффективно вот то, что предоставляет, да, ledger, ethereum, ethereum ledger, да, в виде, там, популярности, очень простого выхода на биржу, понятного протокола, понятного стандарта ERC-20, которые используются, да, для токенов. Ну и, соответственно, вот ICO проводилось, да, с использованием ERC-20 токена. Но почему не ethereum, да, мы долго ресерчили по этому поводу, да, там, около двух месяцев мы проводили анализ существующих решений, и, да, хотелось, конечно, использовать один блокчейн и выполнять там одну работу, да, но проанализировав наши задачи, да, и инструменты, критерии к инструменту, которые мы предъявляем, мы поняли, что, ну, на ethereum мы будем ехать очень медленно, да, и долго, и больно. Поэтому приняли решение, что мы строим там рядом с ethereum свой блокчейн. И, да, для себя создали мы следующую проблему, это миграция данных, обеспечение консистентности данных между двумя блокчейнами, да, я немного там более подробно расскажу, да, о том, что же это за блокчейн. Там в ядре криптоэкономики, да, у нас лежит два подхода. Это, с одной стороны, использование там токена, да, экономики как криптоценности, да, с другой стороны, там, это enterprise решение, да, и здесь тоже мы решаем, вот для себя создали, да, такой формулировкой по сути целый ряд проблем, на которые, да, мы уже там дали теоретический ответ, да, и сейчас работаем над практической имплементацией, да, этих решений. То есть там бизнесу очень понятно, да, как оплатить какой-то сервис SaaS, да, в виде там фиата, но непонятно, как оплатить в виде там токенов, да, поэтому мы строим свое решение таким образом, чтобы для бизнеса конечная услуга была фиксирована в фиате, но внутренняя экономика, токен, да, экономика, она обеспечивалась вот над токеном RAM. При этом, да, вот там звучит критика в адрес того, что в последнее время там токен RAM, он там упал в цене, да, на биржах, но, да, на это есть ответ. Прежде всего у нас сейчас экономика не работает в полной мере, потому что, да, по сути мы работаем над ядром решения и нет ни одной там имплементации в бизнес, да, это проект на ранней стадии, буквально там месяц назад появилась первая альфа-версия релиз, поэтому результат мы увидим, когда будет первая интеграция. Но если мы там проанализируем Ethereum, да, как там парадигму криптоэкономики, то мы можем сделать вывод, что это там работающая система, но она не является оптимальной, а еще проект Ethereum в поисках того, как должна работать и криптоэкономика. Там последнее предложение, там, Бутерин о том, чтобы сжигать, сжигать при утилизации, да, Ethereum токен, эфир токен, таким образом поддерживать, поддерживать, да, его ценность. Но, тем не менее, несмотря на несовершенство криптоэкономики, там Ethereum работает очень эффективно. Одна из причин – это вот популярность ICO, да, которая там вывела эфир на уровень, там, международного средства платежа, да, которым он, по сути, до этого не являлся, да, это просто был утилити токен. Ну и в завершении несколько, да, там, деталей, вот конкретно по решению, да, что мы строим, как мы это видим, по сути, сейчас мы находимся на стадии разработки ядра, ядра протокола DOSCP, это будет нижний уровень для возможных реализаций дапов, да, то есть децентрализованных приложений на основе этого протокола. И, да, сейчас в поисках дополнительных кейсов использования дарами протокола для, там, бизнеса, да, и конечного пользователя. Один из кейсов, да, это вот доступ к Wi-Fi-сетям по, там, использованию SLTLS-сертификатов. Укрупненно, да, как выглядит, там, концептуальная схема нашего решения, да, это вот Ethereum-блокчейн в виде, там, бухгалтерской книги, дистрибутивного леджера, по сути, да, в котором мы сохраняем данные об активах RAM. У нас есть основной сайдчейн рабочий, да, в котором производится, там, все происходят все технологические процессы. Он построен на базе фреймворка от Intel, Hyperledger Subtools, да, мы работаем, там, сейчас плотно с командой Intel над взаимным, да, обменом знаний, совершенствованием, да, вот на этом уровне фреймворка. Наше ядро, да, которое обеспечивает основную функциональность, RAM-чейн, условно, это название нашего сайдчейна, который состоит из мастер-нот, о которых я говорил ранее, они являются валидаторами и, по сути, там, эмитентами сертификатов. И на выходе, да, между блокчейнами у нас есть вот такая прослоечка RAM-гейт, то есть это шлюз обеспечения синхронности работы токенов, потому что вот мы берем отсюда токен, да, его переносим в этот блокчейн, условно говоря, получаем за него доступ к сервисам, и, по сути, происходит его утилизация, да, не сжигание, а утилизация. И на выходе мы получаем решение, там, в виде сертификата, которое мы используем для идентификации, да, аксесс-менеджмента в различных сервисах, это, там, веб-сервисы, мобильные платформы, корпоративная инфраструктура. Большую долю, да, в нашей работе занимает вот research and development, да, то, что там в Советском Союзе называлось неокр, да, научные исследователи, конструкторские разработки. То есть достаточно наукоемкий процесс, когда необходимо не просто, да, брать что-то готовое решать, а на самом деле находить ответы на свои же вопросы и воплощать это в виде конечных решений. То есть сейчас там мы работаем плотно над тремя, на трех уровнях, над тремя задачами. Это консенсус, который будет применяться в системе. Изначально нам необходим достаточно там кастомный консенсус, поэтому мы выбрали в том числе Hyperledger как систему, которая позволяет поддерживать различные вариации консенсусов. И вот то, что мы там сейчас держим диалог с командой Intel по поводу этого, это вариация на тему протокола византийских генералов, который обеспечивает выбор ноды из общего числа мастер-нод, которые подписывают транзакции. В конечном итоге мы планируем, да, и плотно уже брейнштормим по поводу получения такой высокоуровневой модели к референс-модели по аналогии с оси-моделью в сетевых технологиях, то есть протокола, некого концептуального описания решения вопросов identity и access management. И открытым пока вопросом остается эффективная экономика и вознаграждение нод за осуществление своей работы. Есть несколько вариаций. Мы сейчас рассматриваем, тестируем гипотезы. Либо мы будем замораживать токены на определенное время по определенному алгоритму, и мастер-ноды могут использовать только через время эти токены в своих целях, либо ноды могут сразу при поступлении fee за транзакцию вводить на биржу. Что касается технологий, это одна сторона медали, а вторая сторона как же это продать на рынок в хорошем смысле этого слова. Выйти на рынок. У нас есть несколько веток стратегий, несколько сегментов пользователей. Это B2C сегмент конечный пользователь. Это беспарольная аутентификация. Для B2B, да, еще раз повторю, это комплекс сервисов, инструментов и протокол для обеспечения идентификации и управления доступом сотрудников, клиентов, партнеров к различным сервисам, которые есть у клиентов. И это обеспечение вот такой дистрибутивной модели управления PKI, то есть public infrastructure. Мы это, по сути, да, это там стандартный подход к вот таким смешанным решениям, но мы хотим усилить еще, используя эффект рычага, используя сетевой эффект, концепт нашего решения в виде протокола. Он будет открытым для пользователей. На первом этапе это будет там имплементация в виде API. Позже появится SDK и вот в нижнем уровне тоже будет именно протокольное решение, которое позволит комьюнити разработчикам, интеграторам работать над тем, как решение вывести на рынок. Это дополнительно будет стимулировать продажи в этом сегменте для B2B сектора. И завтра мы рискнем показать первое сырое решение. Приглашаем всех на такое закрытое тестирование публичное. Это было непростое решение в команде, но мы на себя взяли риск. Завтра на хакатоне всех ждем, чтобы попробовать наш протокол в работе. И если есть вопросы, я здесь в течение целого дня на хакатоне буду постоянно и контакты СЕО. Можете задавать, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok